Когда перед нами предстает вопрос о сохранении продуктов, мы непроизвольно вспоминаем о холодильнике. Но что будет, если мы задумаемся о сохранении жизни? Сохранении ее на, скажем, на еще одну жизнь. Да еще и с помощью такого же холодильника. Ну, или почти такого. Заманчивая перспектива. Только представьте себе, вы прожили 70-80 лет, поняли все тонкости этого мира, уловили его правила. Но старость или банальные болезни решили вставить вам палки в колеса. В итоге вы не можете нормально реализовать приобретенный опыт и знания. А что же делать в таком случае? Не умирать же? Именно в этот момент вам на помощь приходит крионика. Технология сохранения в состоянии глубокого охлаждения людей и других животных в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при необходимости вылечить. Иногда криоконсервации подвергают только голову или головной мозг, сохраняемого организма. Но в таком случае человека разморозят только тогда, когда этого будет достаточно для его полного восстановления. Сама же крионика основывается на том, что смерть мозга теоретически может и не быть окончательной смертью. Предполагается, что когда-нибудь в будущем достижение высоко развитой технологии позволит каким-то образом оживить таких людей, хранящихся при низких температурах. Прямо сейчас в трех криогенных хранилищах, расположенных в США и России, около трех сотен людей буквально балансируют на грани забвения. После остановки сердца они подверглись криоконсервации, то есть глубокому охлаждению. Прежде чем клетки мозга успевают погибнуть, их замораживают при помощи витрификации – специальной процедуры, исключающей образование льда. По закону все они считаются умершими. Но если бы они могли говорить, они бы вряд ли признали себя мертвыми. В некотором смысле они просто без сознания. Никто не знает, можно ли их оживить. Тем не менее, все больше живых людей начинают задумываться о том, что неопределенность лучше, чем ее пугающая альтернатива. Около 1250 ныне живущих уже изъявили желание быть замороженными после смерти. В США, Австралии и Европе открываются новые центры крионики. Представьте себе веру этих людей и какие возможности откроются перед ними, когда они снова проснутся от своего безвременного сна. Конечно, нет никаких гарантий, что вас смогут оживить. Но если вас похоронят или кремируют, то вы не получите даже такого шанса. Тем не менее, президент Мичиганского института крионики Дэннис Ковальски уверен, что людей, которые решили после смерти заморозить свои тела, смогут начать возвращать к жизни уже через 10 лет. Ковальски уверен, что в следующей декаде криозаморозка достигнет существенного прогресса, и ученые научатся возвращать людей к жизни. «Если сто лет назад крионика была чем-то непостижимым для человека, то сейчас мы это принимаем как должное», — говорит он. «Сама идея вечной жизни присуща человеческой мысли на протяжении многих веков. Но история возникновения сообществ сторонников крионики практически не документирована, поэтому любой ее обзор будет неизбежно неполным». Тем не менее, можно считать, что близким по духу к современным сообществам крионистов были члены кружка, комитета поэтов, биокосмистов и морталистов, существовавшего в 20-е годы прошлого века в России. Под влиянием разделяемых и пропагандируемых ими идей была предпринята попытка заморозить тело Ленина. Начало современного этапа развития крионических обществ датируется независимым выходом из печати в США в 1962 году книг физика и математика Роберта Эйтингера «Перспективы бессмертия». Он же в 1976 году создал Институт крионики, и книги Ивана Купера «Бессмертие физически» научно сейчас. В декабре 1963 года Купер организовал первое в мире крионическое общество Life Extension Society, с чего было начато создание мировой сети сообществ сторонников крионики. В 1965 году было организовано Крионическое общество Нью-Йорка, в 1966 – Крионическое общество Калифорнии, и в июле 1967 года при участии Роберта Эйтингера Крионическое общество Мичигана, существующее и по сей день под именем Immortalist Society. В последующие годы было создано множество национальных и интернациональных сообществ сторонников крионики. На сегодняшний день в мире существует лишь несколько крионических фирм, имеющих собственные хранилища. Алькор – Американская общественная некоммерческая организация, Транстайм – Американская некоммерческая организация, Институт Крионики – Американская общественная некоммерческая организация, Криорус – Российская коммерческая организация, Жинфэнг Life Science Foundation – Китайская организация. Но сколько такой вариант бессмертия может стоить? Понятное дело, что в разных странах сумма будет варьироваться. И многое здесь зависит от одного важного фактора. Как уверяют в российской компании Криорус, лишь половина российских пациентов идут на сохранение тела целиком. Дело в том, что за такую услугу придется заплатить 36 тысяч долларов, тогда как за сохранение одного лишь мозга 15 тысяч. Не меньшей популярностью пользуется и услуга по акрионированию домашних животных. Многие не желают отправляться в будущее без питомцев, давно уже ставших членами семьи. Цены здесь самые разные. Оценивать животных сложнее, потому что они разные по размеру. Люди-то все одинаковые, а животные, по поводу которых обращаются от миниатюрного хомяка до 80-килограммовой кавказской овчарки. Крионирование крупной собаки обойдется в те же 36 тысяч долларов, кошке в 10-12 тысяч. Процедура заморозки человека и животного принципиально не отличается. Сначала пациент проходит процедуру перфузии, процесс замены крови в теле незамерзающим составом криопротектором, препятствующим повреждению клеток при заморозке. Криопротекторы можно сравнить с антифризом для машин, который не дает образовываться кристаллом льда. Вещество вводится человеку сразу же после фиксации смерти. Только после этого тело замораживают до температуры жидкого азота, минус 196 градусов Цельсия, и помещают на хранение в сосуды дьюара, которые напоминают гигантские бидоны из-под молока. Тела располагаются вниз головой, по окружности цилиндра. Свободное пространство между ними занимают крионированные животные, колбы с образцами ДНК, а также сторонники нейросохранения, пожелавшие заморозить только мозг. В один сосуд вмещается от 8 до 12 человек, в зависимости от комплекции людей. Стандартный крио-договор, который заключают клиенты, рассчитан на 100 лет, с автоматической пролонгацией на 25 лет, если человечество не научится оживлять пациентов к тому моменту. Конечно, для нашего современника проснуться в 22 веке будет равносильно переезду аборигена из джунглей в мегаполис, уверены сотрудники крионических фирм. Мир меняется стремительно, и сценариев будущего у человечества множество, начиная от глобальной катастрофы и порабощения человека искусственным интеллектом до появления гуманистического общества и сверхлюдей. Поэтому после оживления в будущем пациентов должны ждать реабилитационный центр и работа с психологами, которые в том числе помогут адаптироваться к новым условиям и пережить смерть близких людей за время криосна. Упомянутый нами президент Мичиганского института крионики Деннис Ковальски сам заявил о намерении заморозить после смерти всю свою семью и заплатил за это 140 тысяч долларов. 49-летняя жена Мария и их три сына будут храниться в жидком азоте, пока ученые не научатся возвращать людей к жизни. Этот процесс, уверен мужчина, может дать его семье второй шанс на жизнь. Непосвященным крионика может показаться сюжетом очередного фантастического триллера. В то же время многие ученые считают ее перспективным направлением исследований. Криобиологи медленно, но верно продвигаются в своих поисках решения проблемы оживления. Недавно группе ученых удалось разморозить мозг кролика. Даже после нескольких недель заморозки синапсы, от которых зависит деятельность мозга, остались целы. Целого же кролика ученые оживить пока не пробовали. Очевидно, что оттаявший мозг кролика нельзя сравнить с человеческим телом, которое вернули к жизни. Тем не менее, есть люди, уверенные в том, что оживить человека после криоконсервации будет так же просто, как вылечить простуду или перелом. Это просто другая форма медицины, помогающая тяжело больным людям. Приняв эту точку зрения, вы перестанете бояться крионики. В свою очередь, некоторые достижения в криобиологии стали возможными благодаря тому, что ученые-криобиологи были и являются сторонниками крионики. Один из известных криобиологов Грегори Фэй поставил большое количество успешных экспериментов по обратимой заморозке органов и тканей. В том числе осуществил консервацию почки кролика в жидком азоте, после чего почка не погибла. По признанию ученого, им руководило не столько желание развивать академическую науку, сколько идея улучшить качество криоконсервации людей. Будучи адептом крионики, Фэй пожелал быть крионированным после смерти. По словам последователей, крионика позволяет разрабатывать методы, которые могут пригодиться и в других областях. Например, сосуды дьюара, применяемые для хранения тел. Впоследствии стали использовать и в репродуктивной медицине. Так что скоро может случиться так, что при приеме на работу работодатель будет отдавать предпочтение не молодым зеленым студентам, а опытным и зрелым жителям криолабораторий, которые своим примером способны доказать, что опытные реже ошибаются. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!